Всем привет, ребятки. Итак, давайте я вам расскажу про Perplexity. Самый крутой сервис 2025 года, который я лично для себя открыл. Ну и для начала, как же получить Perplexity Pro на один год, причем за копейки? Суть способа заключается в том, насколько я понял, что индийским студентам выдали квоты и выдавали вот эти коды на год. Их так много, что начали их продавать. Для начала вам нужен будет сам аккаунт на Perplexity. Это очень просто. Просто логинитесь с помощью гугла и он автоматически создаться. Далее заходите на платиру и покупаете один из вот этих вариантов. Если что, оставлю ссылку на того продавца, которым пользовался сам в описании. Далее следуйте внимательно его инструкциям. Вам пришлют ссылку или дадут код, который нужно активировать по ссылке. То есть это прямо на ваш аккаунт, безопасно, без заходов на него и так далее. Единственное, что очень рекомендую, это сделать саму активацию с индийского IP адреса. Когда я покупал, это правило было обязательным. Иначе могли просто заблокировать аккаунт. Если что, в своем телеграмме я оставлю данные от индийского прокси, которым я лично пользовался. И вы сможете воспользоваться им для активации. С инструкцией, как его включить. Как минимум он оплачен еще на месяц, то есть до 23 ноября. А для тех, кто не хочет вообще платить и возиться с прокси, внизу оставлю инвайт, который просто даст вам доступ к браузеру Comet. И там будет Perplexity Pro на один месяц бесплатно. Просто принимаете приглашение и скачиваете браузер. Чем же это отличается от ChatGPT и тому подобных сервисов? В первую очередь тем, что когда вы вводите сюда какой-либо запрос, ну, например, давайте я вот выберу какой-нибудь из этих, то перед тем, как на него ответить, система делает поиск в интернете, скажем так. То есть ищет наиболее актуальные источники, которые содержат эту информацию. И только после этого уже она отвечает вам. Давайте вернемся назад. Лично я его использую как точку доступа в интернет. То есть если раньше это был какой-нибудь там Яндекс или Гугл, то сейчас это Perplexity. Давайте по-быстрому пробежимся по основным моментам настройки. У вас есть три режима. То есть обычный поиск, далее здесь есть так называемое исследование и так называемый лэб. Лично я не использую вот эти два последних режима, хотя они, ну, типа крутые, там больше источников исследуют и все такое. Но в чем их основной минус? В том, что в этих режимах нельзя выбрать модель. То есть для этих поисков будут использоваться стандартные модели от Perplexity. Это Sonar и Sonar Pro. Они, ну, мягко сказать, не очень. Поэтому всегда использую только режим обычный, вот этот поиск. И далее. Здесь мы, как видим, появляется вот такая кнопочка. По умолчанию она у вас будет серая. То есть выбран будет лучший вариант. И всегда он почти будет выбирать Sonar Pro, считая его лучшим. Но на самом деле это совсем не так. Так вот. И крутость состоит в том, что вы сами можете выбирать любую из топовых моделей на сегодняшний день. То есть это, например, Cloud Sonet. Причем вы можете выбирать как в режиме размышлений, так и без. Вот. Ну, естественно, есть GPT-5, так же самое с размышлением без. Gemini топовая моделька. Grog. В принципе, вот все, все самое топовое на сегодняшний день здесь есть. Лично я чаще всего использую Cloud Sonet в режиме размышлений. Еще хотел сказать про вот такой интересный моментик. Вы сможете выбирать как бы категории источников, из которых будет производиться поиск в интернете. По умолчанию выбрана веб, то есть, ну, обычный поиск по интернету. Вы можете, допустим, включить галочкой академически, то есть тут больше будет статей с Archivics, там, и так далее. Вы можете выбрать социальные, то есть здесь будет больше источников каких-нибудь типа Reddit, там, XCOM и так далее. То есть соцсети. А теперь давайте покажу несколько вариантов, как можно использовать Perplexity. Ну, например, вы можете сделать запрос. Например, найди все научные статьи про пингвинов за последний месяц. И вот, как видим, он отработал. Просмотрел 65 источников. Причем вы можете нажать на эту вкладку, посмотреть, какие источники он там просмотрел. Ну и далее он это представил в виде вот такого отчета, да, там, большой сниппет по каждому. Ну и, соответственно, можно дополнительно обсудить с ним или продолжить сделать какое-то дополнительное исследование. Но, конечно, исследование по другим темам лучше делать в других сессиях. Кстати говоря, полезная фишка. Если вы видите, что разговор ушел немного не в ту степь, вы можете удалить сообщение, начиная с самого последнего. Например, нажимаете на вот эти три точки и вот здесь будет удалить. То есть удаляете и так, сколько нужно, добираясь до того сообщения, с которого вам нужно продолжить. Далее вы можете посмотреть, какая именно модель вам отвечала. Вот, например, в моем случае это Cloud Sonnet 4.5 Syncing. Контролируйте это, потому что настройки порой слетают. Вот, и, например, вы можете сделать экспорт в PDF этого ответа. И он оформит в такой достаточно симпатичный PDF. И в конце даже будут вот все ссылки. Ну, то есть, в принципе, вы можете использовать это как обычную LLM, даже без поиска. То есть вы просто, допустим, можете убрать вот эту галочку. Просто работать обычно, без поиска. Что еще интересного есть в Perplexity? А здесь есть создание изображений. Причем вы можете создавать изображения здесь на всех доступных крутых моделях. То есть это такие как GPT Image, NanoBanana от Google, Seedream, Flux и так далее. Я чуть позже покажу, где в настройках выбирать эту модель. То есть вот, например, я ввел рису пингвина в Африке, который сражается с тигром и побеждает его. Да, и вот мы получили результат. Достаточно хорошее качество, да, можно сохранить. Никакого нету ватермарка. Далее, что можно еще тут делать? Можно делать видео. Вот я ввел. Сделай видео про пингвина в Африке, который сразился с тигром и победил его. Начни с вот этого кадра. То есть я взял отсюда этот кадр. То есть нажал просто копировать. И сюда перед тем, как написать этот запрос, нажал Ctrl-V. Он сразу вставляется. То есть вы так можете любой скриншот делать и так далее. То есть любые сюда подгружать картинки, там тексты, файлы и прочее, прочее, прочее. Да, потом пишите какой-то запрос, и он это все учитывает. Ну давайте посмотрим, что же получилось. Как видим, он действительно взял наш кадр, с которого нужно было сгенерировать. И сделал то, что я просил от него. Ну и теперь можно попробовать еще вариантов поделать. В принципе, вы в этом плане не ограничены. Кстати говоря, про лимиты. Может быть они есть, но они настолько большие, что я лично с ними вообще не сталкивался еще ни разу. Поэтому, в принципе, вы можете тут вот как генерировать картинки, так и генерировать видео с достаточно большими лимитами. Причем видео здесь генерируется с помощью VO3. То есть это сейчас топовая моделька для генерации видео. И если вы обратили внимание, мы сейчас находимся не в обычном браузере, а находимся в браузере от Perplexity, который называется Comet. И давайте я покажу, что такое ассистент и как его можно использовать и зачем вообще пользоваться браузером Comet. Допустим, вы зашли на какое-то видео в YouTube, понимаете, что оно вам интересно, но нет времени его посмотреть. Тогда просто открываете панель ассистента. И можете даже не писать промт, он вам уже предлагает. Вот, например, опиши это видео или там выдели основные моменты. Ну давайте вот это нажмем. То есть вводится промт, выдели основные моменты. Он начинает работать, анализировать. И вот выдает. Ну и вы можете дополнительно тоже вводить, запрашивать. Далее. Допустим, вам нужно прочитать большую статью еще и на другом языке. Вы можете просто попросить ассистента сделать summary. Он прочитает ее, переведет на русский и сделает вам краткую выжимку. Далее. Вы можете консультироваться, например, по поводу своего либо чужого кода. А теперь переходим к самой хардкорной функции. Вы можете передать управление браузером ассистенту и попросить, например, собрать корзину товаров. То есть он сам будет вводить нужные слова в поиск, нажимать на кнопки и так далее. Это не очень быстро, поэтому покажу в ускоренной записи. И, как видим, он отработал. Сказал, что все, я все добавил, все отлично. И вы можете использовать это, чтобы проверить вашу почту, найти в ней что-то. Или открыть телеграм через веб-интерфейс. И попросить написать всем друзьям, у кого сегодня день рождения, поздравления в личку. В общем, потенциал не ограничен. Но используйте аккуратно. Это пока экспериментальный функционал. И используйте только на доверенных сайтах. Далее давайте пробежимся по полезным настройкам. Это находится в аккаунте, точнее вот в предпочтениях. Первое, что рекомендую, это поменять тему на темную. Далее предпочитаемый язык ответа. Вы можете выбрать, какой вам требуется. И здесь же на этой странице вы можете выбрать модель генерации изображений. Вот в моем случае стоит на на банана. Можете выбрать, соответственно, C-Dream, GPT, Flux и так далее. Далее на страничке персонализации. Здесь у вас есть поле, где вы можете ввести информацию о себе, которая будет учитываться при каждом запросе. Вы можете также это использовать как System Prompt, ну если понимаете, что это такое. Причем я выключаю, соответственно, память, чтобы он не помнил предыдущие переписки, когда я начинаю новые. Далее давайте рассмотрим такой раздел, как задачи. Я, например, использую этот инструмент, чтобы каждый день получать актуальные новости по тем категориям, которые меня интересуют. То есть он мне присылает их прямо на почту, откуда они автоматически забираются с помощью N8N и пересылаются мне в личку Telegram. Вот так это выглядит в Telegram, например. Если вы хотите так же, то вскоре будут ролики про N8N. Расскажу, что это и покажу, как этим пользоваться. Ну и давайте покажу про API. То есть у вас каждый месяц еще из-за того, как это про аккаунт, будет выдаваться по 5 долларов на использование API. То есть можно использовать в том же N8N, например. С помощью него вы моментально сможете вытянуть огромную базу актуальной информации из интернета и самостоятельно ее обрабатывать. И для тех, кому было полезно, рекомендую подписаться на мой Telegram. Причем там можно найти не только прокси для активации. Еще там много новостей из мира AI, нейронаук, космоса и так далее. Периодически делаю дайджесты с прорывными новостями по этим темам. Так что увидимся там. Всем пока.